Обещала я вам интересных гостей. Да, Бодя, не дала я тебе сейчас начать. Обещала интересных гостей, и вот они у нас здесь прямо сейчас. Именно это Александр Чекмарёв, певец, музыкант и участник проекта «Голос страны». Кстати, уже не в первый раз участник проекта «Голос страны». Здравствуйте! Здрасте, и у вас не первый раз тоже. Знаем, у вас хорошо. Участник шоу «Утро на седьмом». Постоянный участник шоу «Утро на седьмом». Я смотрю, настолько сблизились с нашей студией, что уже приходите в ее цветах. Я подготовился. Я просто очень люблю вашу студию. На самом деле здесь очень мне нравится. Я как дома здесь себя чувствую. Отлично. Нам приятно. Ну тогда давайте, как за чашечкой чая, проведем приятные беседы сейчас. Ну, чай воображаемый. Мы люди творческие. Беседы настоящие. Мы можем себе это представить. А вот беседы придется провести по-настоящему. Водичку? Ну давай. Мы не можем рекламировать. Ну вот так и держи. Дать? Тебе оставь. Будешь ты попивать чаечек, наблюдая за нашей беседой. Не хотите, как хотите. Я предлагал. Итак. Спасибо за внимание. Это важно. Итак. Снова голос страны, но в этот раз уже другой тренер. Почему решили, что не Тина Кароль, а все-таки Сергей Бабкин? Вы знаете, когда продюсеры программы «Голос Краины» ставят какого-то еще одного человека, нового, то к нему автоматически новые люди всегда идут. Точнее, не конкретно, к нему даже просто на проект приходят новые люди. Вот. Я просто побывал на концерте Сергея Бабкина в «Москомедии». Это случилось 17 октября 2017 года. Я впервые в жизни попал на этот концерт. Никогда не был. Не слушал Сергея Бабкина вообще. Но просто когда я увидел, как он себя ведет на сцене, как он общается с публикой, какие он песни поет, какой в них смысл, я понял, что мне туда. Ага, то есть вы пришли и уже знали наверняка, к какому тренеру пойдете. Да, я был просто безумно счастлив, когда он повернулся первым. Ну, давайте не будем скромничать. Повернулись абсолютно все члены жюри, и была нешуточная борьба. Даже легкие обиды были. Давайте прямо сейчас, кстати, и посмотрим выступления на кастинге «Слепые прослушивания Александра». И как же это все было. Сергей Бабкин! Да, я вас не знаю! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Почему так? И за кулисами. Меня всегда интересовал этот вопрос. Но вот потом уже все произошло, собрали. Не подходит тренер и не говорят «Ах, ты ж чего ко мне не пошел? Зачем так долго мучил?» Господи, да нет. Я уже забыл вопрос. Так долго выбирали, так долго решали. Были сомнения какие-то? Нет, никаких сомнений не было вообще. Просто я понимал, что из четырех предоставленных нам участникам тренеров Сергей Бабкин был максимально ближе по всем параметрам моему сердцу. Вот все, без вариантов, честно. Ну и собирались вы подчеркнуть какие-то новые творческие порывы? Возможно, учиться чему-то новому? Судя по вашим же словам, которые вы говорили. Ну, да. В любом случае, хочется что-то спросить всегда человека, который имеет больше опыта. Ну, конечно. Что уже успели приобрести за это время? Расскажите нам, пожалуйста. О, приобрести. Для себя, ну, в музыкальном смысле, в каком-то вот росте изначально музыкальном есть уже? Чувствуете по себе, что что-то новое у Сергея научились новым чему-нибудь? Ах, безусловно. В любом случае, каждый выход на сцену подобного масштаба, это всегда перестройка внутренних каких-то волнений. Но у нас надо собраться. Все время перед выступлением ты чувствуешь себя, боже, да что ж такое? Почему? Почему? Я просто недавно пересматривал свое выступление с третьего класса. И я вот стою возле подогонечка, там утренник был, мне говорят, Саша, а я должен петь червоную руту. И мне говорят, Саша, а я такой отстаю, типа я не слышу. Саша, они отстают. Ну что, Женя, как дела? Я понимаю, что я себя чувствую до сих пор точно так же. Но он не хотел, этот мальчик не хотел выходить. Но я просто смотрю на воспринение, вижу, что я там выгляжу достаточно уверенно, поэтому... Все замечательно, все вокруг сделало свое дело, в любом случае чувствуешь эту атмосферу, и, наверное, уже не хочется потом уходить, а не то, что заходить. Да, я пробовал, это достаточно... Без этого пока уже... Уже не могу без этого, да. Дошли до прямых эфиров? Yes. Вообще рассчитывали на такой успех? Да, рассчитывал. Ну, я как бы хотел, очень сильно хотел. Идете за победой? Ну, знаете так, я не против. Ладно, давайте. Нет, просто если я... Если... Во-первых, это же голосование зрителей, да, поэтому сразу могу сказать, что, дорогие наши телезрители, так как это прямые эфиры, то вы уже можете, если вам нравится, голосовать своими смс-ками, ну, когда будет 15-го. Мы же можем говорить, да? Конечно. 15-го в апреле будет прямой эфир, и если участник вам нравится, вы можете за него голосовать. Это не обязательно должен быть я, любой человек, который там вам нравится, вы можете посылать свои смс-ки. Какое выступление на сегодняшний момент, именно из восьмого сезона, для вас было самым сложным? И почему? Из моих? Да, из ваших, конечно. Самым сложным. Ну, наверное, второе, когда мы пели в баттле с Юлей Калавертных. Там достаточно было... Не мог как-то... На репетиции пел просто ужасно. Кошмар. Ну, получилось все замечательно. Ну, слава богу, да, я собрал себя в последний момент. Знаете, в последний момент просто понимаю, что у тебя, ну, нет выбора. Ну, нет выбора у тебя сейчас... Точнее, есть выбор, но ты выбираешь спеть нормально. Ну, неплохой выбор, я вам скажу. А на репетиции ты как бы думаешь, ну, ты волнуешься, значит, можешь еще как бы немножко пококетничать, вот, чтобы спеть немножко плохо, попереживать. О, боже, я так плохо пою, а потом в итоге взять, спеть по-человечески, да и... Ну, на сцене действительно, и судьи это отметили, вы выглядели гораздо увереннее, чем Юля. То есть, мне кажется, там вы... Я умею сыграть в уверенность, да. Было даже ощущение, что на репетициях вы просто притворялись, знаете, чтобы выдать мощь именно уже непосредственно на на баттле. Мне Сережа Бабкин тоже говорил, что... Не, ну, я понимаю, сейчас много людей, ты, наверное, просто как бы не хочешь все выдавать. А вообще ругает строгий тренер Сергей? Ругает вас? У меня... Я не помню, что меня ругали, меня, может быть, просто подправляли чуть-чуть. В принципе, я как музыкант, я уже вижу картину, как что может выглядеть в моем исполнении на сцене. То есть, я уже прихожу с готовым более-менее материалом. Есть какие-то поправки с его стороны, то я всегда слушаю. Очень часто бывает так, что он хочет, чтобы я что-то сделал, а я в этот момент уже решил это сделать. Допустим, на репетиции я начинаю петь, в какой-то момент хоп, и ухожу в другое место, не так, как это было чуть раньше, а вот как я решил. Он говорит, после выступления, после репетиции, простите, он говорит, я хотел бы, чтобы ты как раз здесь это сделал, и ты уже это сделал. Таких моментов очень много, приятно. То есть, контакт такой, невербальный, и все. Ну, это говорит о том, что вы действительно сделали правильный выбор, так, да? Искренний, да, получился выбор, действительно. А какие курьезы случались за кулисами? Расскажите. Мы очень любим курьезы. Да, во-первых, с самого начала выступления ни для кого не секрет, что вот сам выход на сцену, его съемка точнее, и конкретный непосредственно выход на сцену, это немножко две разные как бы съемочные программки, да? И вот меня снимает, что я поднимаюсь на лифте. Ну, и по идее, я должен был как бы пойти там попить воды, как минимум, сделать свои дела, там отдохнуть, немножко передохнуть. Угу, выдохнуть. И тут в этот момент я слышу, участник готов подниматься на сцену. И в принципе, если вы посмотрите еще раз видео на ютубе, там я говорю, я пить хочу, а потом слышу, ага, все, понятно, говорю. И то есть я понимаю, что у меня даже не было времени поволноваться. Я просто понимаю, что все, надо идти и вот отдаться. Вот у меня есть вопросы по поводу вашей крайней песни на этом эфире. Давайте, к слову, посмотрим, как это все звучало. Очень интересно. А после этого действительно хотел... Нет, пока. Они даже не нашли. Сейчас будет готов этот кусочек. Но вы исполняли всемирно известный хит. Да. Хит, который на слуху абсолютно, наверное, у каждого человека, который знает его в оригинале, и, естественно, я думаю, любит эту песню, как это, выходить вот с таким вот даром на сцену. С одной стороны, честь, с другой стороны, как сделать что-то с этим необычное. Да, вы правы, это вообще рекордсмен Гиннеса по записанным на нее кавер-версии. Но я, во-первых, я не переживал за то, как я это спою. Я просто знал, что фантазия моя как-то проявится. Я вот, ну, как бы не сомневался в этом, просто знал, что просто нужно уделить этому время. Я жил, знаете, вот мы с Богданом посещаем один тренажерный зал, и очень часто я хожу там в наушниках и не просто слушаю музыку, я работаю. Во время того, как я просто занимаюсь какими-то упражнениями физическими, у меня здесь процесс идет мыслительный, что придумать для песни, или какую партию здесь сделать, что мне спеть, какую, может быть, даже аккорд поменять какой-то. И, в общем-то, самые, скажем так, сочные моменты, которые в комментариях я просто прочитал, как люди пишут, они там переслушивали какие-то там секунды. Именно вот этот момент я придумал как раз, находясь в перерыве между подходами в зале. Очень удобно. Да, у меня творческий процесс происходит практически постоянно. Я этим, ну, думаю очень часто об этом, живу этим, да. Вы считаете, у вас все удалось спеть легендарную песню, не испортить ее, что очень важно, но при этом, мне кажется, необходимо было принести что-то свое? Ну, что мог, я привнес свое, и при этом надо же было сделать так, чтобы это не было, ну, совсем чересчур, понимаете? Чтобы это не было, ну, скажем так, выпрыгивание из штанов лишний раз. То есть, понятно, что там каким-то двум-трем человекам, простите, людям не понравилось, но я максимально сделал так, чтобы остался фундамент песни, и при этом что-то от себя привнести так, чтобы ухо слушателя, ну, обновилось, чтобы он слышал, и о! То есть, каждую секунду я старался делать, чтобы это было похоже на оригинал, не отходить от него, и при этом чуть-чуть какие-то минимализмы и мелизмы, музыкальный термин, добавить что-то от себя, чтобы слушатель каждый раз, ну, удивлялся. Ну, моя задача... Эмоции вы вызвали, были и слезы в зале, мы это наблюдали. Словили. Более того, что интересно, ваши коллеги, скажем так, по сцене, считают вас действительно очень сильным конкурентом. Многие высказываются о том, что именно вы, главный конкурент, именно вот из-за вас все их переживания. Кого же вы считаете своим главным конкурентом? Мой главный конкурент? Вы знаете, если у меня есть как бы-то 30 секунд на пролог на этот вопрос, я сказал себе примерно следующее, что я просто подумал над этим, так, чтобы это не было банально, знаете, обычно говорят, типа, мой страх, там самый главный конкурент. Ну, я могу сказать, что вот раньше очень часто люди меня окружали, которые мне говорили, что я что-то не могу, что у тебя не получится, что ты один из тысячи, что ты один из многих таких, как ты, просто много, и ничего у тебя не получится, и ты обычный просто человек. Сейчас меня окружают, слава богу, люди, которые меня любят, меня поддерживают, и даже те, кто меня не поддерживает, мы просто не общаемся, они ничего не говорят, господи, ради бога. Но есть один человек, который до сих пор мне говорит, что я чего-то не могу. Знаете, кто это? Кто? Это я сам. А, ну, это популярно. До сих пор это сидит, и, ну, как бы мне приходится с ним каждый раз разговаривать. То есть на проекте вы в первую очередь доказываете что-то саму себе, что вы можете, что у вас получается, и соревнуетесь в первую очередь самим собой. Ну, да, вы знаете, проект — замечательная возможность вкопаться в себе. Какой гениальный ответ. Никого вроде бы и не обидел никого, сказав, что ты хуже меня поешь, и в то же время никого не выставил выше себя, а просто вот сам с собой соревнуюсь. Это гениально. Я на заметочку возьму. Главное, чтобы это не было банально. Придумайте какой-то пролог свой, чтобы мой страх — это все. А вы перед выходом к нам в эфир на бумажечке читали, пролог, нет? Или вы уже заучили так наверняка? Нет-нет-нет, я просто, ну, это искренний ответ, скажем так. Ну, мы вам верим, и, конечно же, шутим. Есть у нас еще ваши фотографии. Давайте мы сейчас посмотрим, и хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, что это вы делаете за кулисами, я так понимаю, все это происходило. Интересно, когда... Да, это за кулисами. Вот, за кулисами фотографии. А что вот это вы делаете с Потапом? Серьезный человек вообще-то. Он попросил меня с ним сфотографироваться. Ага, он попросил. Я говорю, ну, ладно, вот Сережа довольный. Это сразу после... А почему на всех фотографиях тренеры вот как-то странно себя ведут? Ну, они вот адекватные люди, вот они так считают себя. Мне кажется, что... Показать. Это вы как-то влияете на них. Я влияю на них. Потому что... Потому что это Дима тоже, хороший мальчик. Это ребята. Это ребята, да? А вот наша команда, уже девять, уже их не девять, их уже четверо. Это вот гримерка, как вы видите, это не гримерка, это интервьюшница. Да. Ой, как быстро вы листаете режиссера. Мы так... Ну, я могу комментировать одним словом. Это Юля. Ну, Юля, это до или после? Это до. А это Антон, басист. Отдыхает. Понятно. Да. Довели человека. Допасился. Это, вот представьте, человек принес фрукты нам. Мы сидим там голодные, вообще злые. Я, правда, не был злым, но это после слепых прослушиваний. Я говорю, да, шапку Сережа, пожалуйста. Вот, он мне дал слушать. Ну, вот такие вот пробежались мы, буквально пробежались по фотографиям. Очень быстро будем разговаривать с вами, режиссеры. Что ж так быстро-то, не успели включиться мы в каждую фотографию, насладиться ей. Какие у вас планы на будущее, независимо от того, вы играете или не выиграете, голос страны, конечно же, мы вам желаем удачи, очень вас поддерживаем. Но какие, помимо голоса страны, у вас планы? Ну, так как я живу, дышу творчеством музыкой, в любом случае, я буду заниматься творчеством музыкой и написанием своих авторских песен. И вот на сегодняшний день у меня есть такая нереализованная пока что идея. Я давно это хотел сделать, но сейчас вот есть, наверное, возможность это сделать. Быстрее, лучше, качественнее. Я очень сильно хочу поездить по нашим одесским и близлежащим к Одессе каким-то детским домам, может быть, какие-то школы, интернаты, какие-то такие заведения, которые будут, скажем так, рады принять меня. И при этом я это готов делать абсолютно бесплатно. То есть вы можете просто, если вам интересно, найти меня в Фейсбуке Александра Чекмарев. По нюансам с вами мы договоримся. Я буду очень рад и счастлив приехать к вам, исполнить что-нибудь, спеть для деток, для вас. И, в общем, пишите мне. Буду рад пообщаться с вами на эту тему. Ну и в перерывах между вашими благотворительными поездками и выступлениями на «Голос со страны» не забывайте, приходите к нам. Мы тоже очень рады вас видеть на студии. Александр Чекмарев был у нас сегодня в гостях. Музыкант, певец и участник «Голос со страны» наш Одессит. Поддерживайте его, звоните, голосуйте за него. И сможете почаще видеть его у нас в утре на седьмом. Спасибо. Спасибо, до свиданечка. Прямо сейчас кинокалендарь, расскажем кое-что интересненькое.